а что-то между прочим секретная дверь баре называется видео там чет какой-то секрет за этой дверь привет всем привет меня зовут али да а меня зовут декарт здравствуйте друзья это секретная дверь баре от какой-то новый видос от крутого папы я его пропустил три дня уже как вышел надо посмотреть ставьте лайк поехали новая вселенная интересная как я попал в тюрьму баре тюрьма у него знал там страшную тайну так ну что ж когда поехали бандитам или хулиганом поэтому я не знал что делать а что-то тут забыл да эти отморозки начали издеваться блин от кашат стой как ты попал так ли они разворовали все мои вещи даже мамины пирожки даже пирожки съели вот эти поганые заключенные конечно ну то что забрали телефон забрали одежду все но пирожки смотри какой вкусный пирожок ты ему не сказал при этом надо было у ворот нас встретил тот самый начальник фигасе стас барецкий пришел он сказал поэтому баре баре барецкий даст ас что теперь он наш царь и бог я вижу заключенных попытался подорвать авторитет и шо на бога наевство за это он тебя ща пупком задавит выворачиваете карманы понятно ну чё давай пацаны куда деваться как говорится вот сволочь жадная затем последовала унизительная процедура помывки ясно ясно побега шоушенка вообще жду отобрали там тоже было так и выдали отвратительную тюремную рогу пора на исправительные работы все товарищи были эти товарищи секьюрии обяжу что-то мы заниматься трудной рутинной работой очень трудно меня пригнали конвейер и заставили собирать полицейские дубинки трудная работа да слушай как ты с этим справился дружище так чё там мышка какая-то ой ну чисто знаете как в школе вот когда задних парт кидаются от здоровые уже лбы да а от мозгов а то все столько же понял на нам она те говорят рамана-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на да нам она хакана мана-на-на-на-на-на-на-на-на сами понимаете ничего преперсяся ой недоволен он проделаны работы сейчас он тебе покажет их работников я наказываю да сейчас мне покажет как должна работать собственно дубинка ну ты понял намек до работы о боже бедный челик слушай бариша с тобой не так вот скажем что такая грязь о норм похвалил бы хоть я не знаю богу пронесло повезло тебе повезло тебе что ты умеешь делать после работы нас вывели на прогулку а он не умеет учетные быстро нашли себе занятия ох ничего себе шателоник чтобы не привлекать к себе внимание ну это довольно таки привлекает внимание на самом деле челик в углу забился такой испуганный ты буквально значит таким успехом мог себе мишень на лоб повесить ну что наш чушпан заскучал я же говорю исправим и что же собрали сделать заставить его это поднять видите охрана охрана маму еще позови всем пофиг чем поднимет нет о слушай поднял и отбросил нормально сильный 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 так да тренировка еще не закончена слышишь ты с карфейс лицо со шрам причем пристал к пацану ой мама кажется он сейчас встретиться со стенкой да он нормально держит держался там челик сзади качается мощи пофиг да там на заднем плане привели в камеру так ну что же очень боялся что меня поселит вместе с каким-нибудь головорезом ведь я даже не стою постоять за себя у тебя поселили наверное с кем с феечкой какой-нибудь тюремный я даже не знаю с кем тебя могли поселить чем тут любом случае одни головорезы я не знаю тюрьма как вот так ты головорез мужик только не убивай эндрю а я алекс так располагайся усайна молечил по счастью мой сосед оказался вменяемым отлично я выдохнул с облегчение ну все класс за что заехал я рассказал ему свою историю это интересно на воле кафе я был обычным официантом в кафе работал честно и добросовестно смотри с другими официантами у нас был уговор складывать чаевую в банку а потом делить их пополам потом кто-то все стырил и обвинил тебя да мои напарники решили меня подставить они украли все чаевые а банку подкинули в мой шкаф я просто шерлок холмс да я чисто еще даже не понимаю чем дело уже разгадал да и вызвали копа и вызвали копов на копы такие ну если на на мана то на на мана конечно я ничего не крал данной конечно несмотря на все мои оправдания ленивый судья не стал разбираться в деле и спать правил меня за ваше эти судейские дела эти судьбы ваши эти тюрьмы так я в роль я в роль вошел очень сильно я сам землю моя бедная мамочка осталась дома совсем одна без денег а без денег вот вот уроды я не толсты ребята а у вас были друзья которые обманывали и предавали он разговаривает с выдру вымышленными друзьями походу меня посадили с каким-то психом помоги напишите в комментариях идите жрать свиньи поверьте может нас привели на столовую о баре не а чуть не червала варзитского запаха тюремные балланды о чем там а из чего это состоит что это овощи это мясо это он насрал туда что это я просто понять много пытаюсь слушай повар баре они разные люди подожди а папа чё баба близнец что ли у тебя тут на полставки подрабатывает на полную не знаю поняли бана мана мана больше не в теме больше не в моде все теперь у нас чаще 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 смотрите 22 два баря два баря акробаря стоят такие вкусную еда сегодня достанется тебе круто зашел за какие такие заслуги опять не фартанула это что за лотерея реально лотерея каждый день одному из заключенных дают вкусную еду рекой остальным балланду чего вы там живете а что-то не входила кухня между прочим секретная дверь баре называется видео вот там чет какой-то секрет за этой дверью почему баре интерес вкусную еду отсюда уже за дверью знаю баре даже охранников туда не пускает даже так ухты баре алибасов зараза такая небось куча денег там хранит так ночь пришло время поспать не ну принципе главное что наш пареньок попался к нормальному соседу это самый важный тюрьме мне кажется так все ворочаемся неудобно уже скучаю по своей кровати привыкни сколько насколько вы посадили кстати говоря было бы неплохо знать так новый день и баре снова тут этот человек поднялся поднялся а где мой сосед он один их же в камере было сбежали тут постоянно пропадают баре походу там короче это баланду делает из заключенных я правильно понимаю за той дверью заключенные пропадают он за той дверью делает из них хавчик и дает им покушать заключенные слушай ты когда-то улыбался по-доброму в жизни баре что ты такая злобная сволочь то брал старт брал старт по-любому по-любому брал старт я прям уверен мышка на блин лучше риме уже не тот заработать на тюремные палаты до учился камеры даже так сыпь берем кучу кучу всяких дубинок украли сейчас баре придет будет проверять а там раз и мышеловка да ай-яй-яй хорош четко вся куда он столько этих дубинок я не понимаю голов столько в мире нет скорее всего да он и раньше-то не церемонился да все все баре все дружок заманись это уже перебор мы с эндрю стали настоящими друзьями но класса говорили сдержаться вместе и помогать друга и поддерживать друг другу когда обливать будете после этого говна наверное да как бы украсть как бы все это стыдно как-то раз ночью я не мог уснуть хороший переход отлично так вдруг в коридоре я увидел баре баре снотворного неракий случай прикинул со спящим но поговорить с ним хороший дядька на поможет оказалось баре вытащил заключенного из камеры и полета потащил вообще так беспалевно просто незаметно это было почему тот парень не проснулся мне стало страх хороший вопрос эти мысли целый день не давали мне он не проснулся потому что он хорошую еду подсыпал снотворное заранее он раз в день дает хорошую еду подсыпает снотворное человек засыпает мертвым сном потом он его туда отвозит делает из него еду баланду уже на этот раз да то есть и короче заключенным и покоя после работы я рассказала случившимся эндрю именно этому парню выпал вкусный ужин какое совпадение очно как и тому зеку который пропал позавчера еще одно невероятное совпадение на ужин короче пацаны отказывайтесь от хорошей еды мой вам совет так вкусная еда сегодня достанется тебе ну а ты как бы сделай вид что ты съел парализовала от страха я понимал что это мой последний ужин так давай сюда я был шоу смелости эндрю он спас меня но сам оказался в опасности это да что же теперь делать что-нибудь придумаем в камере мы придумали план когда барри под сендрю реально просто настоящий кореш вообще настоящий друг спящего я прослежу за ним по следу от зубной пасты и мы вместе попытаемся сбежать оригинально мне страшно не переживай человек и тебе переживать прорвемся прорвемся ты внутрь рискуешь своей жизнью так сейчас потащит его значит прикиньте этот бы уснул тоже ночью пришел барри и конец я предварял со спящим барри схватил эндрю и потащил из кавай баре беги за меня получилось выйти пока дверь не закрылась трюк зубной пастой сработал я точно знал куда мне надо идти не заметно проскочив мимо охранника я последовал дальше ты привел меня в столовую затем я увидел чтобы сомневался я тебе так скажу можно было пастой не рисовать и так ясно куда все парри потащил эндрю в ту самую секретную давай открывай поборов свой страх я пошел дальше просто она просто открыта потому что почему бы и нет за этой дверью я как будто очутился старинном замке в одном из коридора я увидел камеру с кучей костей заключенные так пока что моя теория подтверждается я чуть не закричал от ужаса ты закричал было страшно представить что тут происходит след оборвался перед какой-то странной дверью комната бабу я тихонько заглянул внутрь и ужаснулся от увиденного эндрю был прикован к кому-то непонятному аппарату его душа довольна вкусно покормил нет такого говна я конечно предугадать никак не мог ребята вы уж извините да бабуля а снотворная не забыл подсыпать не забыли забыл чете на дачу и быстрее что происходит а по лет кого чего сейчас будешь как новенькая он из них высасывать жизнь в нее всего пара эндрю затрясло он начал бледнеть а у бабки появился румянец тогда я все понял паре высасывает из заключенных жизненную энергию переливает по это бабка могла жить кайф вообще на душа это бабка реально она так сильно полезно для общества мне кажется нет надо что-то с этим делать давай давай это как бабку уже пожила мне когда барри ушел я тихонько проник внутрь эндрю был уже совсем плохо я не понимал как его спасти моему ему уже лет 90 до по биологическим и решил сломать этот проклятая пара всю комнату озарила ярким светом я выдернул эндрю из кресла на старенький сломанный аппарат начал высасывать жизненную энергию из бабки что происходит я нормально бабка ты это ты или перри перри насыщена жизненной энергии надо немножко на обратно отсосать чуть-чуть извини бабуль давай старей у бабки бомбанула от того что сильно много где я слушающего это рассказать о бабка сдохла чуть не отлично спасибо друг ты меня спас барри наверно расстроиться из засломанного аппарата бабка превратилась жуткого монстра эндрю погиб а мне оставалось как бедный боже мой бедный нифига нефига сил от монстра по секретному подземелью но в игре не открылись пропасть раскаленной лавы мы в тюрьме или где понять не могу шо это за место вообще я как кузнечик прыгал по камням фига стараясь на буря бабуля тоже будет пробить и ревеный монстр следовало за мной по методом и стоял невыносимый жар я блюса потом но из последних сил давай давай убежать бабуля то нормально там энергии подсосал от заключенных прыгает просто как 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 15 лет старые доски ломались под моими ногами кое-как преодолевая давай 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 я надеялся что монстр провалится вот там за фигня так как огромная пасть на замка перебралась на мою сторону огонь и продолжалась а по трубам водила сил карабкался по трубам тут я заметил стене большой красный вентиль представьте побег и шоушенка переснятие реально вот так тим роббинс будет по трубам прыгать от бабки понял о ползет шанс смотри ползет нужного я выкрутил вентиль монстра дали лос мог мощной струей пара хорош все бабуля отдыхать а хоть там не это не выжило нет а за фигня а все чего бабуля забей бабуля уже отдыхается не найдешь ему кто-то помог какой-то и сообразитель тебе крышка на сюжете кстати интересный никогда бы я не догадался что такая фигня за дверью да я думал все банальнее просто еду там из них делаю так окей пацаны подъема балдует вам жопа заключенный сбежал бывает же такое я добрался до какой-то странной локации вместо стены там был обрыв ничего делать и бетонный да что ж такое расстояние между ними было слишком большим чтобы перепрыгнуть тюрьма удивительная просто ступоре кто играл в эту игру что мне делать подскажите ты меня спрашиваешь а ну там сдайся баре сделай сальто выпей напиток молния подписчика я взломал аппарат и использовал тот самый напиток со значком молнии ноги пара жадко и плохой в принципе советую хорошенько разбежавшись я стал преодолевать это препятствие нифига соник ежик просто чел так все те никакая тюрьма тебе не страшно выпил напиток мне нравится как этот напиток был любезно оставлен тюремной администрации чтобы заключенным было легче сбежать это спасибо конец и напитка закончился как раз на последнем прыжке и я устремился по лестнице ведущий логи очень культурно было собацки собацки пришли радуйся все будет весело все давай заныривать бежим 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 тяф 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 гав 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 не пачку этого спрятаться от охранника я пополз по вентиляционной шахте там было много мерзкой паутины я вижу труба не выдержала ни одного веса у капочки и я провалился ой 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 как четко ты провалился дружище еще в котел к нему сразу провалился уже для экономии времени просто прекрасно повар атаковал меня из базуки которая стреляла едой ну знаете у каждого повара такая есть они просто обычные скрывают это если никогда такой не видели вот знаете у каждого у каждого есть по-любому я не одна даже я уворачивался как мог и чуть было не совмался давай ты стреляй с балла ну в последний момент мне очень сильно повезло вот же все косорылые котня в голову я не мог поверить что остался жив после такой заварушки все отлично давай берем базуку прихватив базуку повара я отправился на поиски выхода из тюрьмы у меня получилось незаметно миновать всех охранника и выбраться из здания тюрьмы собачки свобода была совсем близко так но тут послышал со скрежет гаражных ворот вылезет баре гаража вышел гигантский робот-убийца под управлением ну а чё бы и не каждый уважающийся начальник тюрьмы должен иметь гигантского робота-убийцу а вы думали робот открыл огонь из своих мощных обалдеть я едва успевал уворачиваться от смертельных ударов давай беги чувак беги использована авто ускоряться меня появилось время чтобы привести свои мысли в порядок баре забустил свою пушку мощным выстрелом уничтожил мое укрытие из базуки повара я открыл огонь фига чевнику пара уже делать вешеных попаданий одна из его робота хорош так хорош у него мало я железная громадина уязвима давай давай с другой стороны так же арене истовый пытался меня поджарить вы сейчас двигался быстрее неповоротливого робота чисто вообще вот реально как игра какая-то знаете все все есть и прыжки есть и босс есть все есть базуки я обезоружил робота начал галить по его корпусу давай 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 очень бургером ему не гигантскими ногами но не успеет грамотно обосрался вместе со своим хозяином вот так вот момент я ощутил сладкий вкус победы теперь ни один заключенный этой тюрьмы не пострадает даже кровожадного барри дружище беги отсюда давай еще охрана придет бабари барри тут охранников кучу работает зарплату получать что-то стола красуешься его мама да скучает сынок ты вернулся да я сбежал из тюрьмы мама меня ищет полиция ура я еще никогда не был так счастлив пройдя все испытания и разгадав страшную тайну тюрьмы барри на удалось потеряв друга кстати который ну жизнью ради тебя пожертвовал это пофиг и счастлив так еще никогда не вернуться домой насладившись бесподобными пирожками моей мамы вот пирожки и главное пирожки вернул вот это самое важное что пирожки и сладко уснул в своей мягкой постели ну и отлично бабуля ты шо ой мама но это уже как говорится совсем другая история ну я вам то же самое могу в принципе тоже подписывайтесь доставьте лайк переходите вот сюда тут другой видосик если этот понравился тут тоже зайдет это тоже крутой папа моя реакция на него поэтому не пожалеете кликайте в общем всем счастливой удачи пока увидимся вот тут